Хэви метал в вашей хате, дорогие друзья, только на следующем канале самые невероятные интересные видео. Кто, кто, если не мы, сделает сравнение на 50-кратном зуме Глаза Химеры и Нимба Ангела? Кто замерит время остывания воды в чайнике и проведет тестирование туалетной бумаги? И сегодня, сегодня настал час Ч, точнее даже час Т, потому что мы будем сравнивать телевизоры. Вот такой у нас пульт, Олег достал телевизор, но это не самое главное, не самое главное, вот эти вот пульты, там телевизоры, самое главное, что в этом видео мы разыграем вот эту замечательную приставку, вот она, Sony PlayStation Classic, новенькая, хорошенькая приставочка, она достанется одному из вас и условия конкурса будут максимально простые. Но скажем мы их не сразу, ведь мы мастера интриги, поэтому смотрите видео и внутри видео будут условия конкурса. Погнали! Мы решили начать с сегмента телевизоров для спальни. Как мы себе это представляем, это обязательно компактный, красивый и функциональный ТВ, не слишком большой и не слишком маленький. 32 дюйма будет в самый раз. Конечно, с полноценным смарт-ТВ, просто иначе как-то даже и стыдновато было бы на следующем канале обзор делать, правда? Мы взяли сразу три телевизора и кэш, храни господь депутатов, которые все-таки приняли закон о возврате товара в течение 14 дней, иначе мы бы просто разорились на этом обзоре. Первый претендент это Samsung 32M5500, который стоит примерно 450-470 долларов, этот телевизор является лидером рынка, полный фарш, все дела. Второй претендент это популярный локальный бренд Kiwi, который брондирует телевизоры из Китая, при этом агрессивно действуя в цене. В итоге модель 32FR55 белого цвета, которая и попала к нам на обзор, обладает ценником 260-270 UE, а это заметно меньше, чем у Samsung. Третьего претендента, как и полагается, следующему каналу мы нашли случайно. Я смотрел футбол и увидел спонсорскую рекламу Евро 2020 с телеками Hisense. Загуглил, оказалось, Hisense лидер китайского рынка с 50-летней историей, и нам стало интересно, насколько это вообще правда, поэтому третьим взяли Hisense 32A58200, ну и стоит он примерно 250-260 долларов. Сразу ответим на вопрос, почему взяли китайцы в два раза дешевле Samsung, а также почему на сравнении и HD, и Full HD телек. Первый момент, Samsung это лидер рынка, и данный телевизор это топовое решение в 32-дюймовой диагонали. Мы берем его в качестве эталона, ведь это наше первое сравнение телека в таком формате, и нам нужно что-то вроде камертона. Просто держите его стоимость в уме, и о деньгах мы поговорим в конце. Второй момент, мы просто хотим понять, нужен ли Full HD именно в такой, ну, относительно небольшой диагонали. А это, знаете ли, действительно оказался интересный вопрос. Если бы это было сравнение коробок, победил бы Samsung, корейцы реально знают, как упаковать телеки. Их коробка самая узкая, ее легко переносить. Самая же толстая коробка у Hisense, и если не покормить Дениса ведом, он сам в такую легко поместится. С дизайном ситуация оказалась практически противоположная. Дело в том, что Hisense у нас оказался очень тонким и приятно собранным телевизором. Пластик на задней крышке у него радует приятным фактурным узором, и хорошо подогнан. В целом, качество сборки очень высокое. Samsung, как и полагается такому бренду, тоже не подкачал. У него тонкие рамки, овальная задняя крышка, отличная сборка. Ну, в общем, как мы и говорили, это полный фарш. А вот Киви не порадовал нас ни внешним видом, ни качеством сборки. Такое ощущение, что его собирали не руками. Матрица заметно гуляет в корпусе. Пластик, как в детских игрушках из магазина, все по три. А при подключении кабеля питания мы вообще боялись, что пластик просто лопнет. Так сильно он прогнулся от простейшего нажатия. Отдельно внимание стоит уделить ножкам, ведь это практически единственная деталь, которую можно сделать уникальной. Начнём мы в этот раз, пожалуй, с Киви. У него две раздельных ножки, которые крепятся по бокам, и это, если честно, не добавляет устойчивости. Особенно, если толкать сзади. А ведь котики как раз и любят сдремнуть в тёплом укромном уголку за телевизором. И вот приснится нашему блохастику какой-нибудь кошмар. Он прыгнет, и пока-пока новый телевизор. Ещё из-за такой конструкции телевизор невозможно поставить на узкую или даже хотя бы на среднюю тумбочку. Поэтому придётся вешать Киви на стенку, либо водружать на поистине царский пьедестал. У Самсунга одна ножка, которая собирается из двух частей. У этой ножки четыре лапки, поэтому она не только симпатичная, но ещё и устойчивая. Тут главное только, чтобы глубина полки была достаточная, и тогда телек будет стоять устойчиво. Хайсенс реально удивил продуманностью, потому что его устойчивая мононога с широкой фронтальной трубкой смотрится очень изящно. Также она занимает мало места и даёт отличную устойчивость. Дизайнеры даже позаботились об отверстии в ноге, куда можно протянуть провода. Ну, прям вообще. Эй-эй! Друзья, мне долгое время не давало покоя мысли, почему при таком тонком корпусе телевизора вот такая большая коробка. И у меня есть ответ. Может, это тайный план по захвату мира? Ну да, в каждой такой коробке сидит специальный котик, который по свистку, по сигналу из Китая берёт и конкурентный телевизор. Ловись на пол! Вот так вот! Ха-ха-ха! То есть, мяу! Мяу! У HiSense подключение всех коммуникаций сделано сбоку на горбике. Телекарты и прочую архаику мы в расчёт не берём. Из интересного один разъём USB и два HDMI. Телевизор Kiwi. Разъёмов много, но часть сбоку, часть снизу. Из интересного три HDMI и два USB. У Samsung разъёмов столько же, как и у Kiwi, но размещены они, как у HiSense. В целом, приятно, когда все разъёмы в одном месте. Проще продумывать экосистему подключения. А знаете, что про захват мира мы таки не шутили? Дело в том, что у телевизора HiSense внезапно оказался разъём для подключения спутниковой тарелки и, собственно говоря, спутниковый тюнер. То есть, боевая связь вот этого с боевым котиком, она уже готова. Секретно шифованный оттуда чпок. Или, может быть, в китайский телевизор встроено спутниковое телевидение по умолчанию для того, чтобы смотреть заседания партии в любой точке мира. В общем, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, слушаете ли вы китайские голоса по ночам, а может, вы и есть тот самый знаменитый боевой китайский кот. Очень интересно узнать. Разумеется, самое главное в телевизоре это качество картинки и результаты нас реально удивили. Несмотря на очень разные цены, у всех троих телевизоров оказались небольшие тёмные пятна подсветки по углам. При этом меньше всего засветов оказалось у самого дешёвого телевизора Hisense. Но не это самое интересное. Мы прогнали на всех трёх телевизорах классический видеотест, чтобы оценить качество картинки во всех подробностях. Оценивали, естественно, в стандартном режиме работы, потому что большинство пользователей не заморачивается с переключением режимов. Хуже всех выступил в этом тесте Kiwi, поскольку у него оказался самый узкий цветовой диапазон. Цвета на градиенте по краям склеиваются в широкие однообразные полосы, что означает общую невыразительность и блеклость картинки. Hisense и Samsung в этом плане показали себя намного лучше, потому что отобразили практически весь цветовой спектр. Samsung при этом показал себя чуть-чуть лучше ещё и Hisense, но только в тёмной области. Светлые цвета телевизора отображали одинаково. При этом Samsung неприятно удивил проблемами с зелёным цветом в тесте Green Single Pixel, где должен подсвечиваться только зелёный субпиксель. Да и в реальных видео мы видели проблемы с отображением зелёного. Это не всегда заметно и зависит от того, что находится в кадре, но пару раз за фильм вы точно поймаете вот такие неприятные оттенки. Вообще в реальном использовании с телевизорами всё складывается ещё более интересно. Kiwi маскирует узкий цветовой диапазон безумной насыщенностью цветов. Это такой жуткий китайский шик, напоминающий наркотический приход. Самое ужасное в том, что многим реально нравятся вот именно такие цвета. Знаете, такие кислотные телевизоры надо продавать в телеграм-канале, так и вижу надпись. Да-да, точно, Kiwi продам, оплата в биткоинах. Samsung показывает наивысшую детализацию, ну что неудивительно при большем разрешении. Насыщенность цветов при этом минимальна. В целом картинка реально оставляет очень приятное впечатление. Если бы не периодические проблемы с зелёным, можно было бы говорить о безусловном победителе. Но, увы, Hisense это что-то среднее между двумя конкурентами. У него хорошая детализация и умеренно подкрученная насыщенность. Плюс нет проблем с отображением базовых цветов. Это такая золотая середина. Знаете, вот из Samsung в настройках можно сделать телевизор Kiwi, а вот из телевизора Kiwi в настройках... Да, Samsung не сделаешь. Вот, но вот здесь нас реально удивило то, что телевизор Hisense в принципе никуда делать не надо. Его в принципе можно просто включить и смотреть. Это ценное вообще свойство телевизора. Пришёл, доставил, включил и смотрит. Да, и не надо париться там, типа там того не хватает, там того тут вроде, ну так, всего хватает. Ну что, друзья, вот и момент самых лёгких денег. Да, друзья, таких лёгких денег нет даже в Лас-Вегасе, потому что мы решили сделать самый простой конкурс в истории следующего канала. Sony PlayStation Classic уйдёт одному из тех, кто... Подпишется, лайкнет и напишет в содержательный комментарий. Всё. Всё. Это плюс рандомайз и у кого-то из вас уже такая Сонька. На всех телевизорах мы тестировали звук на 50% громкости, потому что на 100% телеки орут, как севши на шпагат Николай Басков. Мы просто пожалели нервных соседей, да и вы тоже у себя дома не будете ставить звук на соточку. В звуковом почерке Самсунга есть заметное смещение акцента на средний диапазон частот, из-за чего басы получаются глуховаты и вытеснены на второй план. Во время просмотра кинофильмов это даже скорее плюс, так как речь актёров от этого слышна лучше и такая прям детальная. Однако для музыки игр уже стоит поиграться с настройками, так как там будет низких частот уже не хватать. У Хайсенса всё наоборот, есть заметный акцент на низких частотах и музыка звучит на нём заметно интереснее. Но в фильмах грохот взрывов может забивать речь актёров, поэтому возможно придётся подлезть в настройки и что-нибудь там подкрутить. Также заметим, что Хайсенс в целом звучит немножко громче, чем у Самсунга. Как и у Самсунга телевизор Киви акцентируется на средних частотах, но ещё сильнее убирает низкие частоты, а также заметно подрезает верха. В целом звук получается реально бюджетный, хотя и довольно громкий, и это тоже кому-нибудь придётся понравить. Самое интересное для нас было именно Smart TV, ведь оно абсолютно разное у всех подопытных. Ось Самсунга это фирменный Тайзен, который компания развивает уже много-много лет и сделала в итоге одну из лучших телевизионных операционных. Интерфейс Тайзен интуитивно понятный, работает быстро и без глюков. В магазине приложений есть всё необходимое, от локальных онлайн кинотеатров до несложных игр. Киви громко заявляют о том, что на их ТВ установлен Андроид, и там действительно установлен Андроид с фирменной оболочкой Киви. Но всё, что дальше стартового интерфейса, не адаптировано под ТВ. Все настройки стандартные, андроидовские, это подвешивает, так как продуманность интерфейса оставляет желать лучшего. Всё запутано, скорость работы интерфейса неспешная, пока настроишь, вспотеешь. Зато можно ставить обычные ПКшки, поэтому фанаты Google могут поставить Google камеру в телевизор. Шоп, была. Тёмной лошадкой выступает Хайсенс. Тут установлена фирменная операционка вида, которая абсолютно неизвестна на нашем рынке. Операционка имеет очень спартанский интерфейс, простой, понятный и самое главное, быстрый. Пользоваться им оказалось удобнее, чем Андроидом. В телеке есть магазин приложений с локальными сервисами вроде Megogo, AllTV, DivanTV. Так как вида новая для нас операционка, пришлось поверить ещё такие базовые функции, как родительский контроль, запись эфира, скрин-мирроринг. И знаете, они работают. Запись эфира, кстати, удивила тем, что работает даже в выключенном режиме. Управлять телеками приходится по-разному, так как пульты тоже разные. Samsung и Kiwi это стилизованные под указку небольшие пультики с минимумом кнопок. В отличие от флагманских моделей таких брендов, как тот же Samsung или LG, в этих мини-пультах нет гироскопа и управлять можно только кнопками. Зато есть и голосовое управление, и работает оно на обоих телевизорах просто замечательно. Выбивается из этой шайки лейки опять-таки Hisense. Тут старый добрый большой пульт с миллионом кнопок. Смотрится это пультяра немного архаично, но мило. Будто надел любимые ароматные тапочки, которые разнашивал годами под себя и уже считаешь, ну, просто-таки членом семьи и, может быть, даже упомянул их в завещании. Знаете, а я вот люблю свои старые добрые домашние тапочки. Они удобные, тем более тут еще есть кнопочка YouTube, где можно посмотреть наши любимые сравнения камер. Я тоже еще пару слов добавлю про кнопочки, но уже про эти два пульта. Посмотрите, как малый кнопок у Samsung. Он сделан эргономичный. И тут идея минимализма, как такая вот противоположность, полная Hisense. А Kiwi реально не удержались, что-то навалили дополнительно кнопок. А хотя идея вроде такая же, но впечатление, ну, намного хуже. Ну что, друзья, время выводов. И тут у нас опять сенсация. Никогда такого не было на следующем канале. Но у нас есть явный аусайдер. Телевизор и Kiwi мало того, что стоят дороже Hisense, так еще и не справляются со своей главной задачей. То есть показывают нормальную, красивую картинку. А вот между Hisense и Samsung разгорелась настоящая борьба. На стороне Samsung однозначно более высокое разрешение, а также клевое голосовое управление. На стороне Hisense лучшая цветопередача, а также многим понравится и звук. Оба классные в дизайне и хорошо собраны. Оба имеют удобный Smart TV и по этим параметрам у них паритет. Осталось ответить, стоит ли платить за Full HD в такой диагонали. И тут ответ не очевидный, как мы и обещали в начале видео. С одной стороны, разница точно есть. С другой, если сравнивать вот конкретно вот этот Samsung и конкретно этот Hisense, от двойной переплаты вы точно не получите вдвое лучшую картинку. В случае с Kiwi, у которого тоже Full HD экран, разницы в разрешении между Kiwi и Hisense не ощущается в принципе, так как на первый план здесь выходит низкое качество матрицы у Kiwi, и это перечеркивает любые другие достоинства. Ну а мы еще раз подчеркиваем, что и Hisense и Samsung нам сегодня реально понравились, реально классные телевизоры. Да, просто вот именно Kiwi, да, Kiwi сегодня аутсайдер, ему надо еще хорошо поработать над собой. Ну вот так знаешь, я думаю, нанять новое R&D. Ну а у нас традиционная рубрика поругать маркетологов Samsung, потому что, знаете, в ложке меда. Да, есть бочка дегтя, вроде бы классный телик, все хорошо, но зачем-то сэкономили на экране. При этом цена, ну вы сами видите, она в два раза выше. Ну и стоит ли платить, ну как бы реально вопрос. Вот, ну вот прям, ну вот, ну нехорошо. Вот лично эта история, что у Samsung самые классные продукты, это флагманские, идешь в бюджетные сегменты, постоянно то за сервисы хватаешься, то за другие органы. Но не за почку, потому что почки все при себе. Ну что, друзья, если вам понравилось такое сравнение телевизоров, мы, конечно же, на этом не остановимся. И если вы попросите, мы сделаем сравнение телевизоров для игровой, для гостиной, для кухни, и, конечно же, для самой важной комнаты. Для кота? Да не для кота, для туалета, где мы проводим больше всего времени. Спорное утверждение. Ну ладно, друзья, вы уже на следующем канале, поэтому подписывайтесь, и дальше у нас, как известно, только...